В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Прямая линия вопросов много, ответов нет. Что станет с тарифами на услуги ЖКХ в середине лета? В Кандалакшском районе снова начался отопительный сезон. На какие объекты уже подается теплоноситель? Сегодня состоялась прямая линия президента Российской Федерации Владимира Путина. На этот раз она длилась более четырех часов. За это время глава государства успел ответить на более чем полсотни вопросов. Хотя, конечно же, обращений было гораздо больше. Больше двух миллионов обращений поступило сегодня на прямую линию главы российского государства. Самые популярные темы – цены на бензин, пенсионная реформа, демография, ипотека, спорт и борьба с онкологическими заболеваниями. Также россиян волнует международная политика. Ну а жителей Кандалакши, конечно же, беспокоил вопрос, связанный с электрообогревом. Граждане, которые уже не первый год пытаются добиться правды и отстаивают свое право платить только за ту услугу, которую получают, направляли вопросы президенту страны как заранее, так и в ходе прямой линии. По неофициальной информации, более 50 обращений на тему электрообогрева поступило на прямую линию из Кандалакши. Однако в ходе прямого эфира наш город так и не зазвучал. Наверное, легкое чувство разочарования, если наш вопрос не прозвучал, который мы так добивались. И поэтому мы решили, что мы соберем сейчас в студии все бумаги, которые писали все ответы с ведом доверенности и поедем в приемную президента. Анна Исупова свое обращение направила главе государства не только до начала прямой линии, но и во время программы нашей землячке удалось дозвониться до оператора. Однако дальше дело не пошло. Ответ на вопрос Анны, конечно, будет по закону через 30 дней. Однако, не дожидаясь его, многодетная мать из Лувеньги намерена вместе с соратниками посетить приемную главы государства в Москве. Начало лета в Заполярье выдалось, мягко говоря, неудачным. Вот уже неделю наш регион находится во власти циклонической депрессии, которая принесла с собой на Кольский полуостров порывистый ветер, дождь, гра, а кое-куда еще и снег. Существенное похолодание стало причиной возобновления отопительного сезона в регионе. В нескольких городах области принято решение о подключении жилых домов к теплоносителю. В Кандалакшском районе отапливать решили только социально значимые объекты. Речь идет об учреждениях образования. В первую очередь в детских садах, а также школах, на базе которых работают лагеря дневного пребывания и проводятся экзамены. Там, где имеется техническая возможность подключить теплоноситель, станет теплее. На сегодняшний день, как уточнили в Управлении образования, в детских садах и школах, расположенных на территории центральной части города, обеспечен комфортный температурный режим. Нева-3 начнет подключаться завтра, потому что там закончится опрессовка теплотрассы, которые проводят теплоснабжающие организации. И детские сады и девятая школа, где работает дневной оздоровительный лагерь, тоже будут завтра подключены. Железнодорожный район начнет подключаться послезавтра, потому что пока идет опрессовка тепловых трасс, поэтому технически пока это невозможно. После опрессовки сразу это будет сделано. Аналогично в Невском и в Зеленом Бару. А вот маленьким жителям села Лувинга, Зареченска и Аллакурти придется терпеть неудобства, связанные с отсутствием тепла в образовательных учреждениях. Подключить к теплоносителю детские сады и школы, расположенные в отдаленке, невозможно по техническим причинам. В середине лета северян ждет очередное и уже ставшее традиционным увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новые цифры в платежках будут отражены в квитанциях, которые придут северянам в августе. Совокупный платеж за коммунальные услуги с 1 июля вырастет не более чем на 2,4% уточнили сегодня в Комитете по тарифному регулированию Мурманской области. Там сделали акцент на том, что темпы роста тарифов в нашем регионе остаются самыми низкими в северо-западном федеральном округе. Цены на газ, например, не изменятся, они останутся на уровне 2015 года. Незначительно подорожает и услуга по теплоснабжению. А вот средний тариф по области для населения за услуги по водоснабжению составит с 1 июля 24,32 рубля за кубометр. За водоотведение и того меньше – 19,77 рубля за куб. С 1 июля собственники квартир с газовыми плитами будут платить по счетчику из расчета 2,68 рубля за киловатт-час. Тариф за электроэнергию для квартир с электроплитами составит рубль 89 копеек. Новые тарифы найдут свое отражение в платежках за июль. Они придут северянам в августе. Сомневающиеся могут провести онлайн-проверку. Сделать это можно самостоятельно на официальном сайте Комитета по тарифному регулированию, где размещен калькулятор коммунальных платежей. Далее коротко расскажем о других заметных событиях дня. Этим летом в Кандалакше в четвертый раз пройдет регата крейсерских яхт «Паруса Кандалакше». Состязание станет вторым этапом нижрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива». На этот раз событие будет посвящено Дню города, так же, как и фестиваль народного творчества «Байки красавицы Канды». Программа праздника сверстана. Основные мероприятия, как стало известно, пройдут 1 июля на Монастырском наволоке. В регате примут участие яхтсмены из Карелии, Кольского полуострова, Архангельской области и других регионов страны. Ну а пока яхтсмены будут сражаться с ветром, и течением более 15 коллективов Мурманской области и Карелии представят зрителям свои программы. На берегу развернется площадка исторической реконструкции, досуговые площадки и торговые ряды. Сегодня в Кандалакше прошла акция в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. Сотрудники дистанции пути совместно с автоинспекторами провели разъяснительную работу с автолюбителями о соблюдении правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов. Мероприятие было организовано на центральном переезде, который расположен в районе привокзальной площади. Мурманское управление Федеральной антимонопольной службы обнародовало результаты мониторинга цен на автомобильное топливо. Наблюдение ведется за семью поставщиками бензина и дизельного топлива. Только у одной компании в регионе, как следует из отчета, цены на прошлой неделе не менялись. У остальных выросли и существенно. 92-й, 95-й и дизельное топливо прибавили в среднем по региону 1,5 рубля за литр. С 13 июня в Кандалакше начинается досрочное голосование на дополнительных выборах в городской совет по 3-му и 4-му избирательным округам. Граждане, которые не смогут по объективным причинам прийти на избирательные участки 24 июня, смогут сделать свой выбор заранее. Для этого в период с 13 по 19 июня им необходимо обратиться в территориальную избирательную комиссию. С 20 июня проголосовать досрочно в Кандалакше они смогут только на своем избирательном участке. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся, как обычно, ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok